Было очень много вопросов после предыдущих наших выпусков, посвященные тому вопросу, как септопластика или операция на перегородке носа. И именно поэтому мы решили посвятить наш очередной выпуск Медблога именно этой проблематике. Здравствуйте, я господарь Мария Андреевна, врач-отериларинголог, врач-сурдолог клиники Новая Медицина, кандидат медицинских наук. Я приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале Новая Медицина. Мы достаточно долго не встречались, я следила за тем, что вам интересно, обязательно просматриваю ваши вопросы. И мы приготовим сессию вопросов и ответов, как мы делали уже раньше, чтобы вы знали, что у нас есть обратная связь, и каждый ваш вопрос, каждая ваша проблема для нас важна. Знаете, наверное, если совсем правильно подумать и сказать, то в медицине тоже есть мода на операции. Где-то в 60-х, 70-х годах была мода на танзилоктомию, когда была разработана методика удаления миндалин. И делали танзилоктомию. Это сыграло свою огромную положительную роль. Потому что, например, такое заболевание, как ревматизм, являющее осложнением хронического танзилита, оно практически перестало регистрироваться. То есть, в общем-то, танзилоктомия решила проблему. Но потом, на мой взгляд, иногда стали эту операцию применять не по показаниям. И поэтому со временем стали говорить, что если удалишь миндалины, то все это спустится вниз. Это совершенно не так. Если миндалины удалены по показаниям, это действительно нужно. Так вот, сейчас, наверное, время моды на септопластику. И каждый пациент, у которого есть проблемы с носовым дыханием, приходя к врачу-оториноларинголога, зачитывая даже сам у доктора спрашивает, а мне не надо оперировать перегородку? Вот сегодня мы посвятим этот выпуск этому вопросу, чтобы вы понимали, что вам объясняет доктор и когда это нужно. Вы прекрасно понимаете, наверное, из предыдущих выпусков нашего медблога, что нос – это крайне важный орган. У людей, которые не связаны с медициной и не знают анатомии полости носа, возникает ощущение, что нос – это просто две дырки, даже не тоннели, а именно дырки, через которые идет воздух. Что там вообще в этом носе? Но на самом деле нос – это крайне важный орган. Что он делает? Он встречает воздух, который должны вдохнуть наши легкие. То есть для того, чтобы в нашем организме и организм жил, и там шли процессы окислительно-восстановительные, в организм должен попасть кислород. И воздух, который мы с вами вдыхаем, он грязный. В нем есть аллергены, полютанты. Кроме того, организм наш, он должен понять, как нужно опустить диафрагму, как должны расправиться легкие. Он должен очиститься, он должен увлажниться, он должен кондиционироваться. Запускаются определенные рефлексы, которые дают понять центрам, которые расположены в головном мозге, как эти процессы все нужно обеспечить. И именно в этом свою огромную роль играет нос. То есть его задача – подготовить воздух к дыханию легкие. Для того, чтобы у нас было адекватное кровообращение в головном мозге, в этом тоже участвует нос. Потому что вены черепной коробки, они не имеют клапанов. И для того, чтобы был адекватный венозный отток, должен быть определенный вдох и выдох, и определенная глубина расправления легких. В этом тоже участвует полость носа. Вот такой маленький, но очень показательный и интересный факт. Когда мы с вами совершенно комфортно живем, когда у нас не заложен нос, когда мы не думаем о том, как он у нас дышит, наш нож в сутки, в сутки выделяет 800 мл жидкости. У нас нет ни одной сопли, у нас ничего не течет. Нам все хорошо. Куда же девается вся эта, ну, в кавычках сказать, вода? Так вот эта жидкость уходит на увлажнение вдыхаемого нами воздуха. И в этом участвует слизистая полость носа. И поэтому мы обязательно должны понять, связаны ли те проблемы, которые есть у пациента с носовым дыханием, именно с тем, что искривлена перегородка носа. Вообще, если, так сказать, идеально прямые перегородки носа, есть только в двух случаях. У детей до 5 лет, когда она полностью хрящевая, и после операции, то не после всех. Чему я это говорю? Я говорю это к тому, что не каждую неровную перегородку носа надо оперировать. Когда нужно оперировать перегородку носа? Тогда, когда есть назальная обструкция, то есть не дышит нос. Очень часто у этих пациентов перегородки носа искривляются как результат травмы. Но бывают и такие случаи, когда пациент не помнит этой травмы. И тогда они говорят, у меня, наверное, это врожденное. Еще раз говорю, человек рождается с хрящевой перегородкой. Именно поэтому, если нет каких-то пороков развития, она прямая. Проблемы с его прямолинейностью возникают в результате травм. Причем пациент этих травм помнить не может иногда. Как это происходит, да? Ну, первые вообще сначала у нас перегородка вся хрящевая. Потом одна треть перегородки при входе в нос, она остается хрящевая. А вот две трети, они окостеневают. И на стыках между костью и хрящом у нас есть так называемые ростковые зоны. Когда травмируются эти ростковые зоны, это, как правило, и приводит к шипам, гребням, то есть к истреблениям перегородки носа, которые в последующем могут дать затруднение носового дыхания. И что самое может быть, наверное, неприятное из этого всего, рецидивирующие гнойно-воспалительные процессы со стороны пазух носа. То есть рецидивирующие гаймориты, фронтиты и так далее и тому подобное. Поэтому очень важно перед операцией септопластика, и грамотные ринохирурги обязательно это назначают. Доктор делает компьютерную томографию около носовых пазлов, чтобы знать, это как карта, когда мы куда-то собираемся с вами в поход или еще что-то, надо нам узнать, куда идти, какие там есть особенности. Также и при хирургии хирург должен быть готов ко всему, потому что случаи могут быть разные, и любая хирургия – это риск. Поэтому обязательно делается компьютерная томография, потому что иногда гребень или шип может быть небольшой, и он может даже не давать выраженного затруднения носового дыхания. Но если он находится и идет в область решетчатой воронки, это в среднем носовом ходе, где у нас лежат соустья, гайморовые пазухи, лобные пазухи, передних клеток решетчатого лабиринта, так вот если гребень уходит туда, тогда у пациента будут рецидивирующие гнойно-воспалительные заболевания со стороны пазух носа. В простонародье это, люди говорят, у меня хронический гайморит. И иногда, пока не соперируешь перегородку носа, так это все и будет. Почему? Потому что я всегда в каждом своем выпуске практически говорю, что селуроргана – это пористый шоколад. Полость внутри воздуха, но это не замкнутая полость. Воздух нужен вентилироваться, то есть он должен определенным образом двигаться. И если поток воздуха идет неправильно, возникают нарушения вентиляции, создаются условия для возникновения гнойно-воспалительных заболеваний. Именно поэтому перегородку очень часто делают и не только тогда, когда есть выраженная назальная обструкция. Когда, например, пациент приходит и говорит, доктор, я носом не дышу, да еще я и храплю. Но и тогда, когда есть рецидивирующие гнойно-воспалительные заболевания со стороны околоносовых пазух. Тоже неоднократно говорила, что вот это у нас что? Это у нас череп, черепная коробка. И в этой черепной коробке лежит управляющий нами орган – головной мозг. Конечно же он автономен, конечно же там есть гематоэнцефалический барьер. Но дело в том, что если есть постоянный инфекционный фактор в пазухах носа, то поверьте мне, ничего хорошего для нашего головного мозга нет. Гнойный очаг инфекции – это всегда большое напряжение по сдерживанию этого гнойного очага нашей иммунной системы. И для того, чтобы жить комфортно, долго, не болея, не посещая регулярно лор-врача по поводу гнойно-воспалительных заболеваний со стороны пазух носа, иногда нужно соперировать именно перегородку носа. Даже в том случае, если особого затруднения носового дыхания у пациента нет. Когда пациенту мы не рекомендуем, даже при наличии показаний, операцию на перегородке носа? Наверное, вы уже сами догадались. Это тогда, когда пациент занимается определенными видами спорта. Ну, например, у меня был пациент, он профессионально занимался хоккеем. Я, конечно, понимаю, что они там в масках сидят и так далее, не сидят, а бегают по льду. Но все равно это очень травмоопасный вид спорта. И, скажем так, шайбы прилетают. Тогда, когда пациент занимается боксом или какими-то единоборствами, что приводит к достаточно частой травматизации в лицевой зоне. Поэтому, конечно же, желательно вначале, скажем так, закончить свою спортивную карьеру. А потом уже заниматься хирургией, коррегированием, скажем так, следствий этой спортивной карьеры. Почему? Потому что, конечно же, после операции на перегородке носа, нос у вас будет тоже прочный. Кости носа – это тоже каркас у нас, да, он тоже нас защищает, наш череп. Но все-таки прочность носа становится меньше. Поэтому такие травмоопасные виды спорта, они могут приводить, во-первых, к тому, что результат операции нивелируется. Потому что, да, еще раз шайба прилетит, сломается в другом месте. И будет гребень в другом месте. И опять нос перестанет дышать. Вот это, наверное, то, когда пациенту уж лишний раз надо подумать, даже если врачи на этой операции настаивают. Между прочим, очень часто перегородка оперируется не только по поводу храпа, когда есть назальная обструкция. И это приводит к тому, что пациент не только издает те звуки, которые мешают спать домочадцам, но иногда и приводит к обструктивному опное сна. Когда человек дышит, дышит, а потом перестал дышать. Через какое-то время опять возобновляется. Это крайне вредно. И посчитали, что если у пациента имеется опное сна, то у этого пациента, во-первых, в течение пяти лет, как правило, возникает сахарный диабет. Это статистически в Англии проводились такие исследования. И очень высок риск синдрома внезапной смерти. Так как во время этого опное нарушается работа вегетативной нервной системы, бывают перебои в работе сердца. Поэтому если у пациента есть ронхопатия, это храп по-научному так называется, с опное сна, и доктор говорит, что причина в перегородке, конечно же, ее тоже обязательно надо исправить. Еще одним показанием к операции на перегородке носа являются проблемы с ушами. Когда у пациента бывают частые тубоотиты, евстахииты, когда у пациента есть хронический гнойный средний отит, то есть затруднение носового дыхания и нарушение аэродинамики полости носа ведет к хронической тубарной дисфункции, то есть слуховая труба плохо работает, из-за этого возникают воспалительные проблемы в ушах. Очень часто пациентам с хроническим гнойным отитом, если есть такие проблемы, первым этапом перед операцией на ухе именно делается операция по исправлению перегородки носа, то есть септопластику. Очень важен и много вопросов по поводу в каком возрасте надо делать операцию. Как правило, операция делается после 16 лет. До 16 лет перегородку оперируют, но достаточно редко. Оперируют ее тогда, когда есть выраженная назальная обструкция, когда идет деформация лицевого скелета, когда есть определенные пороки развития внешние. И, как я уже сказала, как этап подготовки к хирургии среднего уха. В остальных случаях операцию делают после 16 лет, потому что нос максимальными темпами растет до 16 лет. Если сделать эту операцию раньше, то, во-первых, нос растет, а результат операции может нивелироваться. Сейчас медицина шагнула вперед. Конечно же, принципы базовые остались такими же, но она сейчас очень сильно изменилась. Сейчас у нас идет функциональная эндоназальная хирургия. То есть удаляются только искривленные участки перегородки носа. Никаких внешних разрезов нет. Все делается в полости носа. Современная септопластика делается с помощью эндоскопических технологий, когда хирург все очень хорошо видит и убирает только то, что надо. Очень часто искривленные участки хряща реимплантируются. То есть убрали искривленный участок, сделали его пряменьким и опять поставили на место. Ну и, конечно же, важно то, что сейчас после операционного ведения пациентов совершенно другое. Ну, вы же понимаете, что на нос мы не поставим гипс. Что внутри полости носа, как я уже говорила, очень обильное кровоснабжение. И для того, чтобы сопоставить листки слизистой, чтобы перегородку удержать в исходном положении, производится тампонада полости носа. То есть тампонирующий материал вводится в общий носовой ход. Значит, после операции, раньше, это были марлевые тампоны, нос не дышал. И первые двое суток, у пациентов это были очень тяжелые двое суток, потому что нос не дышит вообще, да. Голова жутко болит, сам нос болит. Это был, конечно, очень такой тяжелый послеоперационный период. Сейчас все изменилось. Для фиксации используются сплинты, которые на четвертые сутки, как правило, удаляются. Это специальные силиконовые прокладки, между которыми фиксируются листки слизистой перегородки носа. И сейчас вставляются в полость носа так называемые дышащие тампоны. Это специальный пористый материал, внутри которого вставлена силиконовая трубка, через которую пациент в послеоперационном периоде, ну, конечно же, это не так, как будет в последующем, но он все равно дышит, то есть полное затруднение носового дыхания после операции у этих пациентов нет. Хотя после операции, как некоторые пациенты думают, после того, как убрали тампоны, нос тоже какое-то время не дышит, потому что после операции всегда есть отек, мы палец порежем, все равно там отекает так же и в полости носа, тем более там рана гораздо больше. И сама слизистая, это, в общем-то, она склонна к отеку, но уже где-нибудь через неделю нос будет дышать. Гораздо лучше, чем было до этого. Полный результат операции на перегородке носа, он, конечно, виден через полгода. Еще раз говорю, сейчас методика операции изменилась, сейчас технология очень хорошо отработана. Когда я начинала свою работу, перегородки мы делали нечасто, то сейчас в ложе-стационарах по нескольку септопластик в день однозначно делается. То есть очень набита рука у хирургов, ну и вообще методика операции очень хорошо, она сейчас отработана. Поэтому если доктор вам говорит, что вам нужно оперировать перегородку носа, слушайтесь врача. Пишите, пожалуйста, нам комментарии, потому что мы читаем их. Даже если вы, пожалуйста, не обижайтесь, если мы не можем каждому из вас ответить. Потому что я практически врач. Я каждый день работаю, я смотрю пациентов. Кроме этого, конечно же, мне и надо и поучиться, и посама образовываться, и статьи какие-то почитать, обдумать это все. К сожалению, ответить каждому из вас времени не хватает. Но на основании ваших комментариев, которые, еще раз говорю, мы проглядываем и смотрим, мы составляем наши выпуски. И, конечно же, так как комментарии есть, так как вопросы есть, мы обязательно будем повторять выпуск «Ответы на вопросы». Будьте здоровы, берегите себя, подписывайтесь на наш канал. До свидания.